На оккупированном полуострове сегодня, выходной, 4 ноября в Российской Федерации празднуется так называемый День народного единства. Праздник этот был учрежден федеральным законом о днях воинской славы России еще в декабре 2004 года. Второй раз после аннексии Крыма Россия и его жители не ходят в этот день на работу и на учебу. Накануне мероприятия на торжественном заседании Госсовета так называемые руководители Крыма выступили советско-паркетными патриотическими речами по случаю торжества. Крымчан поддержала вся многонациональная Россия. Крым стал символом народного единства и российской государственной идеи. И сегодня мы ощущаем огромную поддержку президента и правительства нашей страны, всего российского народа. А вот так называемый спикер Крыма Владимир Константинов в своей поздравительной речи говорил не о празднике, а как это ни странно, об Украине и о светлом, но далеком будущем полуострова. Нам с вами предстоит упорный труд по созданию в Крыму полноценного, процветающего, экономически эффективного российского региона. По мере того, как мы приступаем к осуществлению программы экономической модернизации республики, выясняется, что расстаться с украинским прошлым так просто и безболезненно, как бы нам хотелось, не получается. С утра на главных пропагандистских каналах россиян гипнотизируют видные деятели культуры и искусств, убеждают граждан необъятной во имя страны жить в трудностях и терпеть. У нас на дворе нелегкие времена. У нас кризис. Нам трудно. Уменьшается достаток. Конечно, это очень тяжело. А посмотрите, какие угрозы. И именно в это трудное время драгоценно наше единство, драгоценно наше братство. Россия – страна, которая соединялась в нерасчленимую общность именно в часы великих напастей и трудов. И сегодня мы не страшимся этих трудностей, не страшимся этих напастей, но соединяемся в наш государственный народный монолит. На самом деле День народного единства учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически это связано с окончанием смутного времени в России в 17 веке. Знают ли об этом крымчане, журналисты службы новостей «Волна» решили поинтересоваться на улицах Симферополя. 4 ноября – день единства, насколько я помню, в России. Ну, и честно говоря, нет. Хотел узнать, но так и не залез в интернет. Многое означает. Я родилась в Крыму. Так что, в общем-то, это для меня очень важно все. Что-то с историей связано. Что празднует – это правильно. Это я вам точно говорю. День единства – это я не знаю. Не могу так вот ответить одним словом, если честно. День, день, день. Не солидарность, а как его. Потому что Россия празднует, и мы празднуем. Я тебя не имею, честно. Ну, в принципе, я только 1 мая, 9 мая приветствую. Остальное я не знаю. С 2014 года аннексированный Крым и Севастополь фактически находятся под контролем России и в ее правовом поле. Однако 27 марта 2014 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины, объявив общекрымский референдум 16 марта 2014 года нелегитимным. Продолжение следует...